всем привет народу я всегда на youtube каналах сегодня поговорим о бирже бин сегодня рассмотрим с торговлю по боту расскажу по третий способ про инфинити ну и соответственно также пройдемся еще раз по боту что в нем классно также расскажу про крипто рынок потому заваливайте человек садитесь поудобнее я начинаю сразу перед видео как всегда предупреждая всех о рисках инвестициях напоминаю что риски везде всегда присутствует что я никогда никого ни к чему не принуждаю и просто рассказывать куда лично инвестируйте зарабатывать где можно заработать входить в проект или нет решения принимайте только вы сами также не забывайте подписываться на все три моих youtube канала первых но это крипто мани вторых но это меня бабки но третий канал это bitcoin лидер тв от меня бабок все ссылочки ребят внизу в описании там же вы найдете ссылочки для донатов если есть желание можете поддержать мои канала теперь давайте перейдем на бинкс сегодня у нас в портфеле 170 долларов вместо 200 соответственно в портфеле от 200 долларов до 200 тысяч у нас вот такой результат на данный момент соответственно я лично не напрягаюсь до просадка до криптовалюта падает но я когда покупал я вам говорил что криптовалюта будет падать но это чисто для контента я купил на 200 долларов при курсе на тот момент соответственно я знал что он будет дешевле знал что можно было бы купить дешевле но при этом я вам об этом говорил и покупал потому что так надо было сделать соответственно по портфелю вот такие у нас минуса где то есть плюс а где то есть минуса кстати вы можете видеть да то есть xrp на 1 доллар сайф пал на доллар 60 твт вообще на 4 доллара просела ну соответственно лунца на 17 на 27 долларов прошу прощения на 17 процентов но здесь соответственно 160 долларов которые я вам говорил я рискую для того чтобы сделать больше иксов так давайте пройдемся по тому что я вам хотел рассказать по вот там почему именно этот вариант можно использовать 24 часа на 7 боты дают вам возможность зарабатывать в сеточной торговле что такая сеточная торговля то есть они покупают и продают по тем сеткам которые у них есть при этом они это все отслеживают 24 часа на 7 есть три варианта создания фьючерсы с под сеткой и соответственно с под сеткой инфинити почему нас под сетки больше всего инвесторов потому что здесь они покупают монету и ждут пока она вырастет есть она не вырастает они ждут дальше потому с под сетка самое больше всего здесь денег потом идет фьючерсы на фьючерсах больше можно заработать потому что здесь есть плечо соответственно бот торгует с плечом и зарабатывать больше денег до риски конечно же всегда есть и вы должны об этом понимать и с под сеткой инфинити для этого здесь есть стандартная доходность что конечно же хорошо то есть вы стабильно будете получать как видите 30 дней в годовом выражении то есть за годовое выражение за 30 дней вы получите 10 и 4 процента это больше чем в банке что конечно же для вас будет хорошо соответственно инвестируем и стабильно получаем классную комиссию я думаю это конечно же хорошо прибыль за сетку за вычисление комиссии да то есть как вы можете видеть сколько вы будете зарабатывать по прибыли то есть если это брать 10 долларов то соответственно это вообще копейки если брать 1000 долларов 10000 долларов то это соответственно большие деньги которые могут копать вам каждый день и вы можете в любой момент забрать свои деньги что конечно же хорошо ну а теперь давайте перейдем к рынку и посмотрим что у нас рынком вчера было 17 400 я кстати специально зашел видео посмотрел мы были на вот этой панели очки на вот этой линии соответственно вот так вот здесь где-то было когда я записывал видео я говорил надо немножко подождать до роста но я планировал что рост будет до 17 800 то есть вот примерно в эти позиции до заполнение вот этого ребаланса и соответственно от этого можно было бы покупать шорт либо же до 18000 но по факту ребят мы дошли до если брать прям свечку свечку до семнадцати тысяч пятьсот двадцать четыре то есть на сто долларов выше и потом полились вниз соответственно то что я и говорил мы ребят постепенно будем сливаться сейчас возможно опять отскок там где-то до семнадцати тысяч двухсот и после этого опять слив почему именно так потому что это все ребалансы да то есть мы должны вот эту свечку мы должны закрыть возможно мы даже перебьем и из пойдем на 17 800 18 тысяч и потом пойдем вниз такое возможно но глобально глобально мы идем 14000 это важно вы должны это понимать потому что рынок рынок да то есть должен перебить свои прежние локальные минимумы исходить на 1414 тире 12000 почему я так думаю потому что ребят если брать формацию месяца то у нас очень хорошие позиции для того чтобы просто-напросто выбить все 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 что можно было по индикаторам я бы не показывал но в принципе я рекомендую всем изучать крипто рынок всем обязательно смотреть на то как мы будем двигаться как мы будем расти потому что здесь идут формации что мы бегаем туда-сюда медведи соответственно дает вниз быки не могут передавить медведи потому что сейчас есть еще шанс на то что мы будем идти на 14000 почему эфириум у нас не упал ниже нашего локального минимума в прошлый раз а мы уже по биткоину касались соответственно я планирую что мы должны дойти минимум по эфириуму до 500 долларов возможно до 800 до то есть там 800 900 долларов но я планирую фильм брать по 500 то есть когда биткойн будет стоить соответственно по процентному соотношению 12 долларов 12 тысяч долларов 14 дата и фильм будет стоить там около 600 500 долларов если братья сейчас вы можете видеть за сутки эфириум потерял 7 процентов до 736 а если брать bitcoin то он потерял 4 процента соответственно в половину меньше то есть если мы сейчас берем и идем на 14 тысяч долларов то эфириум сразу падает на 40 процентов с той момент с того момента с которого сейчас 40 процентов это вам 600 долларов 600 с копейками соответственно я планирую что эфириум должен перебить свои локальные минимумы и bitcoin тоже должен перебить свои локальные минимумы что дает нам возможность и шанс соответственно этом хорошо заработать как будет дальше покажет время моя позиция не поменялась 14 тысяч долларов мы должны коснуться и на этой отметке я буду покупать bitcoin как это все будет вы все увидите и ссылочка на биржу бинус конечно же внизу в описании если вы хотите покупать и продавать криптовалюту надежно без каких-либо киева оси это биржа для вас также ребят в этой бирже нету токена то есть самого токи токи на которые да то есть находится на бирже к примеру как на бирже бинанс есть токен бирже бинанс на бирже бинкс нету токена соответственно даже при снижении токена он не будет падать да то есть биржа бинс будет держаться это конечно же хорошо ftx лопнула потому что у них токен их не скатился в тар тары бинанс хорошая биржа до надежная топ-1 но тоже есть шанс сейчас там очень много разбирательств что там какие-то манипуляции сейчас тоже и шанс что этот токен тоже может скатиться в тар тары и рынку будет не хорошо но но биржа бинск не имеет своего личного токена что конечно же хорошо для нас для тех людей которые торгуют на этой бирже я лично ее себе выбрал она у меня одна из основных соответственно я рекомендую ее взять себе в портфель те люди которые давно торгуют на других биржах я рекомендую вам изучить биржу бинс потому что здесь реально очень удобные и приложение на телефоне и сам сайт очень все интуитивно и соответственно вы не заметите разницы при переходе но вам будет больше шансов и больше вариантов для того чтобы вы еще больше зарабатывали на крипто рынке всем удачи всем больших заработков всем мира и добра пока